Цифровые загрузки. Это уже стало неотъемлемой частью покупки игр. Сегодня они распространяются по-разному, но физические копии никуда не делись. Однако вы могли заметить одно небольшое сходство между цифровой и физической версией. Это их цена. Но почему так? Как издатель игры может объяснить, что вы должны платить за скаченную версию столько же, сколько за версию из магазина? Потому сегодня GameRanks задается вопросом, почему цена игр в цифровом формате такая же, как и на физических носителях. В мире физических продуктов есть такое понятие, как дефицит. Чтобы создать физический продукт, сначала нужно добыть ресурс, обработать его, разработать, а затем создать конечный продукт, чтобы выставить его на полки. У физического продукта есть определенная цена, однако в 2017 году она очень и очень низкая. Вероятно, диск вместе с упаковкой стоил бы около 5 долларов. Но цена трафика, требуемого на скачивание пары гигабайт, это лишь малая доля от этих 5 долларов. Сегодня трафик стоит так мало, что он почти не учитывается при дистрибуции. Интернет-подключение сейчас безумно быстрое. И если сравнивать стоимость интернет-подключения, то сейчас оно еще и очень дешевое. Лучше даже не вспоминать стоимость Т1 каналов, которые были еще и очень медленными. Но как бы игра не распространялась, ее производство не бесплатно, а точнее труд, вложенный в продукт. И все же цифровая копия стоит буквально нисколько для производства и распространения. Ее не нужно никуда доставлять, сотрудникам не нужно платить за ее содержание и сохранность и так далее. Но давайте взглянем на обоснование этого и разберемся в чем тут дело. Но перед тем как приступить, помните, что любые используемые мной подсчеты будут примерными, и я буду стараться не делать их в угоду кому-либо. Я не хочу, чтобы мои выводы были нечестными. Как я уже говорил, цена на физический продукт очень низкая, а на цифровой вообще мизерная. Тем не менее, затраты на игру все равно неизбежны. Во-первых, это труд на создание игры и затраты на маркетинг. Но если бы эти факторы были единственными, то маржинальная стоимость в обоих случаях была бы одинаковой, но это не так. Цифровая версия, скорее всего, обладает наибольшей выгодой. Можно предположить, что если маржа на 5 долларов выше в этом случае, то почему бы не продавать электронную версию чуть дешевле, учитывая, что для ее производства ничего не требуется. Но тут вот в чем дело. Во-первых, наивысшая прибыль – это вся суть любой компании. Возможно, вы скажете, что задачей компании является создание игр. Так вот, это под силу одиночкам, группам людей, которые собираются вместе и создают игру на свой вкус. Чем больше людей вкладывают свое время или сотрудничают, а затем разделяют прибыль, тем ближе игра подходит к уровню ААА. Но суть создания компании – это крупный бизнес. А крупный бизнес всегда волнует прибыль. Это именно то, что нам приходится признавать, если мы хотим понять происходящее с ценами любого продукта, и это касается не только видеоигр. Дело тут вот в чем. До появления Стима, магазина PlayStation и магазина Xbox Live существовали только физические магазины. Такие магазины нанимали людей, и те, в свою очередь, рассчитывали, что магазин не закроется, чтобы они могли получить зарплату. Можете мне поверить, что в такие заведения не нанимали бы людей, если бы они могли работать без них. Потому что у магазинов, в конце концов, задача все та же – наивысшая прибыль. Но на сегодняшний день без людей не обойтись. Если это, конечно, не Амазон, у которого, по-видимому, есть магазин, где не требуются люди. Но к нашей теме это не относится. Суть в том, что если Sony или Microsoft однажды решат избавиться от своих магазинов и продавать только цифровые версии по более низкой цене, то у таких магазинов будут возникать определенные проблемы. Хранить такие игры просто невыгодно. А если их не хранить, то и приходить люди будут меньше. Буду с вами предельно откровенен. Цифровой гипермаркет за последние несколько лет я приходил только, чтобы купить игру или какой-нибудь аксессуар для игры. А игру я покупал между делом. Контроллеры, сумки для транспортировки, танцевальные коврики – эти вещи там есть. Но если бы не было причин хранить сами игры, большинство из них там тоже бы не было. Но почему те же Microsoft и Sony просто не откажутся от магазинов, решив, что за цифровыми загрузками будущее? Возможно, вы уже догадались, что кто-то предпочитает физические копии игр. Это действительно так, и в этом нет ничего плохого. Лично мне кажется, что если цифровые копии стоили бы, например, в три раза меньше, то физические носители вымерли бы. За исключением коллекционных изданий, конечно же. Представьте, если бы не было крупных релизов консолей. Не было бы фотографий, где люди в очередях на хайп-трейне готовятся первыми заполучить в руки новую консоль. Вам не кажется, что это бы очень негативно сказалось на количестве хайпа к той или иной консоли? Лично я именно так и считаю. Можно обойтись и без всего этого, просто заказав консоль на Амазоне. Крупные релизы имеют весомое влияние, но когда люди видят других людей, готовых стоять на морозе в очереди, они сами начинают ловить хайп. Если бы этого не происходило, если бы, например, Microsoft начали продавать цифровые копии по цене в 30 долларов, то традиционные продавцы просто перестали бы продавать видеоигры. Лично мне кажется, что в таком случае продать консоль стало бы немного труднее. Хайп – это значительный фактор в продаже чего угодно на сегодняшний день. И хотя в большинстве случаев он лишь приводит к разочарованию от определенных игр, хайп консолей вполне имеет смысл. Широкое распространение консолей, очевидно, очень выгодно, потому что наличие платформы в большем количестве мест означает, что больше людей захотят в нее вкладываться. Если игра будет стоить 34 доллара в сети, то это практически полностью угробит видеоигры в традиционных магазинах. Если так подумать, то основной причиной, почему цена на цифровые копии игр такая же, как и в розницу, это потому что традиционные магазины все еще считают важными для разработчиков. Хайп – очень важная составляющая. Важно наличие какого-то места, где вы видите других людей, которые тоже радуются игровой консоли, игре или аксессуару. Несмотря на то, что все базируется на потреблении, впечатление комьюнити у вас все же создается, чего, вероятнее всего, не было бы без традиционных магазинов. Об этом даже говорят многие люди, которым не нравятся цифровые загрузки. Они задаются вопросом, почему вам не хочется выйти из дома, чтобы купить игру. Как человек, покупающий игры обоими способами, мне предпочтительнее ее скачать, но иногда все-таки хочется сходить в магазин и взглянуть на количество копий игры на полках. Мне интересно знать, насколько интересуются другие люди вокруг меня этим продуктом. Хотя мне, наверное, не очень нравится, что это может влиять на цену. Осознавая то, что владелец платформы или издатель получит все равно одинаковую сумму, если игра стоит 34 доллара, немного запятнывает физическую копию для меня. Поскольку мне известно, что они ставят цену на игру выше исключительно ради того, чтобы владелец платформы мог поддерживать взаимоотношения с традиционными магазинами. Мы с вами живем в крупных странах, где не нужно жертвовать едой ради игры. Тем не менее, большинство людей считают свои деньги, и мне кажется, что цифровые загрузки удовлетворяют или хотя бы должны удовлетворять их потребности. Не забывайте, что я стараюсь смотреть на это с точки зрения резонности цены, а не пытаюсь оправдать попытку содрать полную цену за цифровую копию. Увеличение маржи на 26 долларов, если кто-то совершит покупку через интернет, настолько же сильная мотивация, как и Hype Train. Издатель получает практически в два раза больше денег, чем вкладывает. В общем, короткий ответ – все из-за жадности. Длинный ответ – все зависит от поддержания среды распространения, которая работает на нескольких уровнях и сохраняет отношения между крупными компаниями, которые могли бы соревноваться между собой. Но вместо этого предпочитают совместное сотрудничество, выгодное обоим. Мы бы еще долго могли обсуждать на эту тему, хорошо это или плохо. Но, впрочем, это неплохая идея. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Ну а если вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.